здравствуйте дорогие телезрители сегодня мы приготовим с вами свою гранолу которую вы сможете хранить у себя дома около двух-трех месяцев для этого нам понадобятся основные ингредиенты мы сейчас с вами перечислим их первое это хлопья геркулес грубого помола также нам понадобятся орехи я взяла сегодня ассорти кешью миндаль и грецкие орехи мы их с вами замочим для чего их замачивать и активизировать тоже расскажу чуть позже это будет основная наша смесь также мы будем готовить так называемую заправку которая будет состоять из следующих ингредиентов оливковое масло сливочное масло мед в качестве подсластителя также я дам варианты для взаимозамены и компонентом которым мы будем заправлять гранолу это будет натуральный классический кисломолочный йогурт и также мы добавим семенами чья это прекрасный суперфуд ягодой малиной и невероятно вкусным тропическим манго я бы сказала пюре из манго ну что ж приступим но перед тем как мы приступим я хочу рассказать о выборе все-таки овсяной крупы на самом деле сейчас мы можем увидеть овсяную крупу грубого помола и мелкого помола в чем разница разница только в том что каша которая запаривается от 10 до 15 минут это грубый помол если вы диабетик вы склонны к перепадам сахара и вам необходимо контролировать уровень сахара тогда конечно же вы обращайте внимание на данный вид овсяной крупы если же у вас есть вопросы и заболевания жкт такие как язва такие как гастрит прошу обратить внимание на другую крупу которая будет не грубого помола как раз таки более мягкого помола и она будет быстрого приготовления а нам необходим сейчас противень на противень предварительно нам необходимо выложить с вами пергаментную бумагу я опускаюсь в свою духовку я все подготовила напомню что здесь сейчас у меня 400 грамм то есть я готовлю приблизительно я думаю 8 10 12 порций потому что на порцию завтрака нам необходимо где-то 70 60 грамм готовой гранолы кешью замачивается 4 часа миндаль 12 а грецкий орех 8 самое главное почему необходимо активизировать орехи в них находится фитиновая кислота которая помогает орехам дозреть и не подпускает к себе насекомых и всяких жителей разных которые могут употребить эти орехи как раз таки фитиновая кислота не дает возможности очень хорошо перевариваться и активизироваться вашим орехом в вашем организме поэтому замачивание очень важный и фундаментальный этап в любом приготовлении я дам рекомендацию замочить большой объем орехов расфасовать его в какие-то стеклянные емкости и пользоваться в своих гастрономических целях это очень важно я просыплю грубые орехи несколько штук а остальную часть орехов мы с вами измельчим еще чтобы все-таки закончить уже на тему орехов я хочу сказать что в них содержится не только фитиновая кислота но и также дубильные вещества хотя многие считают их полезными я не могу отрицать этот факт но также дубильные вещества не способствуют активному перевариванию поэтому при замачивании активации они с помощью воды очень хорошо и эффективно покидают орехи значит мы это все опускаем к овсянке и параллельно начинаем готовить соус для соуса нам необходимо первый компонент это мед второй компонент это оливковое масло и третий компонент очень важный это сливочное масло начнем по порядку начнем с меда здесь я предлагаю взаимозамена в первую очередь нам нужно понимать опять же таки отталкиваться от особенностей вашего организма мед бесспорно и лечебный продукт но здесь есть как преимущества так и недостатки также как и орехи это очень аллергенный продукт вы можете его взаимозаменить фруктозой которая очень распространена сейчас у нас в гастрономии она не повышает инсулин не повышает сахар или же это могут быть любые натуральные сиропы сироп гавы очень любят и используют как раз таки при приготовлении гранолы мы с вами разогреваем сотейник здесь я использую три столовых ложки это может показаться достаточно много но на большой объем и на 12 порций это прекрасное количество следующий компонент это сливочное масло это очень важный компонент для гранолы для приготовления любой крупы почему здесь есть незаменимые жирные кислоты и как раз таки они хорошо способствуют перевариванию пищевых волокон которые есть в любой крупе и конечно же в овсяной крупе и оливковое масло оливковое масло в данном случае выполняет роль растительного масла которое также активизирует пептиды которые есть в овсянке мы используем с вами рафинированное оливковое масло с обязательной маркировкой букв l-tc-v которая говорит о том что оно предназначено для температурного режима для приготовления при высоких температурах ни в коем случае мы не используем масло экстра виржин смотрим на мой сотейник ждем пока масло запузырится наша с вами заправка готова мы поступим следующим образом частично мы ее прольем на готовую смесь вот она такая густоватая и частично частично сделать быстро потому что мед имеет свойство подсыхать мы зальем в салатник и быстро очень быстро начинаем его с вами перемешивать перемешивать чтобы все ингредиенты обволакивались этой заправкой после приготовления нам надо ну хотя бы 45 60 секунд чтобы сама заправка слегка остыла и только после этого мы ее заливаем ее не должно быть много для того чтобы мы ни в коем случае на данном этапе не сделали гранулу гранулу приторную задача в данном случае чтобы при запекании она создавала хрустящий и слегка сладковатый вкус сушки звук уже слегка потяжелело самый завершающий этап это будет одна столовая ложка корицы мелко перемолотая такими легкими движениями добавляем и мы на финишной прямой духовку разогреваем на 180 или 160 градусов предварительно перемешиваем это все руками и опускаем на 20 такими небрежными движениями запах пошел потрясающий запах аромат пошел потрясающий что я хочу сказать зачастую для приготовления гранул используется как правило еще сюда сухофрукты я этого абсолютно сознательно не делала потому что в нашей основной заправки будут свежие фрукты и ягоды таким образом мы сократим количество сахара в этом блюде потому что здесь его и так достаточно а так как нам необходимо с помощью завтрака удовлетворить ваш аппетит и сделать так чтобы через двадцать тридцать или 40 минут он не в коем случае не вернулся на круги своя тогда мы поработаем такие в таком контексте с помощью сахара это одна из моих очень важных рекомендаций ну что ж опускаемся вниз дорогие друзья я решила все-таки пересыпать всю нашу гранулу вот в такую красивую тарелку чтобы вы увидели какая у нас красота получилось через 15 минут мы получили невероятный аромат и очень красивую структуру и что ж мы приступим к непосредственному окончанию нашего с вами рецепта одним из самых важных ингредиентов здесь являются семена чья я хочу вам кое-что показать я замачивала их целую ночь использовала одну чайную ложку семян чья в соотношении с 50 граммами молока вот в принципе вот такой объем получается в соотношении 1 к 5 1 к 4 первое что мы будем с вами закладывать это будут хлопья гранолы секундочку мы создадим некую подушку семена чья это один из самых распространенных супер фудов сегодня современности все кто пропагандирует здоровый образ жизни все кто активно занимаются спортом используют этот супер фуд в своем рационе я уверена почему он называется супер фудом и что это такое количество концентрация полезных веществ питательных веществ в этом ингредиенте в этих семенах достигает максимума здесь огромное количество растительных белков его самая позитивная и активная черта то что при потреблении он безумно распухает в нашем желудке создает некий объем и соответственно очень сильно их насыщают приготовление семян чья использование в кулинарии сегодня очень распространено но как правило перед употреблением их необходимо замачивать они используются для запекания для выпекания хлеба блинов всяких либо булочных изделий в нашем случае они выполняют роль как раз таки супер фуда мы вот так заливаем первых это очень красивая смотрите просто супер вау класс следующий ингредиент это тропический очень вкусный фрукт манго но мы взяли его пюре сейчас он очень активно продается на полках украинских супермаркетов я его приобрела подождала несколько дней пока он доспеет и получила вот такую очень вкусную красивую суспензию почему люблю манго использую как раз таки в граноле потому что здесь потрясающие вкусы малины персика банана то есть это что-то на самом деле очень экзотическое мы его добавим я бы сделала ну не более двух ложек и здесь вот видите какая красота получается с точки зрения визуально это гастрономическое просто блюдо следующим ингредиентом мы будем использовать с вами я году малину это может быть любая другая года но хочу напомнить что именно малина не теряет никаких своих полезных качеств свойств благодаря смене температурного режима в данном случае это была замороженная малина соответственно фолиевая кислота соответственно витамин c активно сохранились в этой ягоде вот так небрежным движением прямо с пюре манго мы с вами добавляем малину и завершающим этапом у нас будет кисломолочный продукт под названием йогурт вы можете использовать как йогурт так и кефир но я взяла йогурт достаточно среднего процента жирности четыре с половиной не менее ни один процент это будет основа его должно быть но не менее 100 миллилитров еще раз повторюсь 50-70 грамм сухой смеси минимум а один к четырем это получается порядка 50 миллилитров семян че 2 столовых ложки пюре манго 1 1 столовая ложка ягод и заправляем основным последним ингредиентом я хочу вам напомнить что данный завтрак может использоваться абсолютно всеми но не как основной вид завтрака а как переменная единица не чаще двух-трех раз в неделю с вами была я катя жесть приятного аппетита